Что, друзья, всем привет! У нас сегодня очередной деревенский влог. Деревенские влоги так любят мои зрители и подписчики. Мы сегодня опять приехали в деревню. Обычно сюда Сашенька приезжали. Во всех деревенских влогах у нас Саша фигурирует. Сегодня Андрюшенька, потому что Саша сегодня в садике. Поздняя осень в деревне. Что, заперто, да? Андрюшенька тут была один раз, только когда был совсем маленький. Он уже и не помнит. Так, сейчас покажу цветочки в снегу. Цветочки снегом припорошила. Мы сегодня приехали сюда с Андрюшенькой. Это деревня тети Кати нашей. Мы здесь бывали обычно с Сашей. Да, у меня на канале много деревенских влогов. Ну что, откроют? А курт не гуляют? Гуляют. Гуляют? Где-то шарахаются. Может, где-то дома где-то шарахаются. Близко не походи, а то тут водичка капает. Ой, как холодно. По-моему, холоднее, чем в городе. Где? Здесь. Ну, конечно. Может, бабка позаснула? Бабка, нет. Ну, она, может быть, вышла куда-то. Что тут капает? Копей. Бабка все в делах. Да, она, может, не хочет, но нафиг они нужны мне тут. Грохот. А у меня Валя звонила. Здрасте. Здравствуйте, моя миленькая. Иди, моя миленькая, иди, бабушка, не обидит. Бабка капа. Кто с Сашей, а теперь с Андрюшкой. Моя рада. Бабушка не обидит. Мой миленький, он вырос большой. Три года скоро. А сейчас речку-то куда делись? В садике сейчас. В садике. А с этим к врачу ездили, его сегодня выписали. Сегодня выписали? Выписали сегодня. Выписали. Сегодня только, да. Завтра в сад пойдет. Один идет, другой заболевает. Дети маленькие, а сейчас осень. Они у меня оба болели две недели. Вот Саш, пораньше выписали, а его только сегодня. Дома дымкромысл. Ой, я с ним с ума сошла. Это ладно. Я вам только перед этим ей рассказывала, как мы раньше росли, нас не видели. У кого шесть человек, у кого восемь. Нас-то не ростили. Да. Мы сами себя ростили. Да война, не счета, голод. Она говорит, вот Катя приедет и ей расскажет. А вы сейчас родите одного, и то он не знает, чем делать. И не знает, что делать, да. Кто на койке пляшет, кто на столе пляшет. Раньше, Боже, сохрани. На койке ребенок будет плясать. Или на столе. Тебе как дадут по серему ремню палкой, хорошим ремнем. Боялись раньше матери слово вперед сказать. Не просто. Ругайся. Не ругаться. Да, не ругайся, скажи, мама, я хороший. Я хороший. Да, вот и все. Котлет погрею, колбаски нарезаю. Ну давай пообедай. Лапшичку погрею, а? Пообедай, давай что-нибудь. Супу. Смотри, какая мама. Белая. Белая. А бабушку как зовут, помнишь? Баба Капа. Да, я не ругаюсь. Баба Капа никого не ругает. И маме скажет, нельзя ругаться. Скажет, баба Капа не велела ругаться. Опять в деревне Баб Капы. С Андрюшкой сегодня приехали на пару-тройку часов, потому что потом надо будет уже ехать обратно. Саша в садике. Если вы смотрели мои влоги, вы знаете, что они у меня болели две недели, я сидела с ними дома. Вот. И Сашу выписали немножко пораньше, поэтому сегодня в понедельник она смогла уже пойти в сад. А с Андрюшкой мы только сегодня ходили к врачу, его тоже, слава богу, выписали. Так что завтра он пойдет в садик. Вот завтра они у меня вдвоем пойдут в сад. А сегодня вот с Андрюшкой мы съездили в деревню. Баб Капа сразу на стол накрывать кинулась. Сейчас будем пить чай, что-нибудь покушаем с Андрюшенькой. Вот до школы болеют. Школы пойдут тоже так. Лет до десяти и будет это продолжаться. Болеть, да? А вы как думали? Детей народить, и кто бы ростил? Вот, узнаете. Наши раньше не ростили, мы сами выросли. Война была гола. А сейчас время другое. Я вам на категорию спите на мягких диванах. Раньше не был соблазнен. А сейчас, говорит, придете, чего только в магазинах нет, а кошелек-то пустой. Нет, ого, не на цены глядеть. Нет, ого, не на кошелек глядеть. Вот. Все правильно. Раньше люди попросили. Раньше хлеб, картошка, огурец, вщи. И деревянные ложки, и с общей чашки. И все вокруг стола. А сейчас каждому тарелочку, вилочку. Мы люди военные, все пережили. Вот только сейчас работали день-ночь, как волки. Андрюш, тебе тарелочка раскладывают, будешь кусать. Так, котлет принесу. Сейчас суп принесем. Не пошли кошку кормить. Супчик будем кушать. Так, Катя, где у тебя ложки, где у тебя хлеб? Супик сниму. Конфета. Первым делом нашел. А ты после конфетки будешь супик? А, малыш, ты после конфетки супик будешь? Конфета. Андрюш нашел конфетку. Вот, кстати, вот чудо. Вот. Вкусно. Вот теперь, Катя, как хорошо мы сделали. Везде можно супик. Да, удобно. И там, и тут. Все, хватит, хватит, куда мне столько много. Дождись, отсюда. Давайте обедать. Вилочки. Супик. Кушай конфетку, какая красивая. Да. Вкусная. Да, глядь, разверну. О, какой ты у нас умный мальчик. Все сам. Еще бы скажи, я конфетку бы не развернула. Где Кура? Убежала. Вон там. Вон там Кура. Думаю, сейчас у тебя штаники высохнут, и мы пойдем смотреть на Куру. А Катя дала тебе конфеточку, Андрюша, вон. А это что? А это вот в чулане, что тут у Бабы Капы. Вон. Занавесочка. Занавесочка. Деревенское утро. А это ведро. Это ведро. Чтобы мыть руки. Чтобы мыть руки, да. Водичка сюда льется, чтобы не пролилась. А это купальник, чтобы поливать цветы. А печка тебе нравится, Андрюш? Печенька, гляди. Там вот чугуны туда ставят. Там Бабы Капы иногда щи варят. Иногда там что-то печь можно. Это и это тоже утварь кухонная. Такая не знаешь, что это такое утварь. Вон, смотри, Кусь пошел. Вот как он тянется. Ой, смотри, как вот он нам свое отношение показал. Венег. Это подметать, Андрюш. Это подметать венег, да. Подметать грязь? Подметать грязь, да. Ой, какой он у нас будет модный мальчик. Модный, красивый. Вырастет большой. Пойдет в школу. А там в институт. Да, будет как папа-мама грамотный. Ведь я большой. Большой, красивый, умный. Пойдешь скоро в первый класс. Вперва в садик. Да, в школу. В школу пойдешь, да. Будешь учиться на дне пятерки. Как папа с мамой. Да. У меня на пятерке учились. А двойки прятались, чтобы бабушка, мама их и не видела. А то ремня получишь. Сейчас бабка-б научит. Я научу. А двойки прятались. Сейчас жизнь такая. А когда вы вырастите, будете работать, еще хлеще будет. Вышли с малышом. Деревенские виды посмотрите. Вышли немножко погулять свежим воздухом. Погулять свежим воздухом. После бабкапиного супа. Мозги плавятся. До того сытно. Вышли погулять свежим воздухом. Вон гуси разорались. А то они такие могут. И ущипнуть. А что они разорались? Они нас боятся. Что тут кто-то ходит. Их гусиный жир греет. Да. Так. Споткайся. Вон как он. Крыльями-то машут. Да. Не подходи. Крыльями-то машут. Забодаю. Да нужны вы нам? Есть только на паштет. Прудик красивый. Пруд. Прудок. Не прудок, а пруд. Прудок. Вон там что-то уже даже затягиваться начало. Так. Спускаюсь. Это я, Андрюш. Спускаюсь. Я хочу. Я хочу заснять, как пруд постепенно льдом затягивает. Вот так вот. Видите? Еще не весь, а только часть. Начинает затягиваться. Вот такие листики. Все осеннее. Ноябрь. Здрасте. Нормально. Давай, давай, давай. История нашего... Конечно. Молодец. Ты выкладывай. Обязательно. Делай выкладывай. А то ни у кого не хватает сил и рук, а ты начни. А вот, кстати, друзья, пока идем по деревне, одна из новостей моей жизни, это то, что я ушла с телевидения. Вот, потому что, ну, как бы вы видели, да, что я сделала несколько серий этого проекта про ремонт. Вот. Но все это было подано так, что начальством все это было подано так, что у меня ничего не получается, что все за меня надо переделывать. Почему-то доделывать, доводить до ума. Ну, как мне они дословно сказали, что у меня атрофировались во время декрета способности журналистские. Вот. Ну, как бы это смешно, потому что я прекрасно знаю, что я могу, что не могу. И, извините, я 10 лет проработала на телевидении. Делала и программы, и фильмы, и на новости сюжеты, и что только не делали, в общем. А тут все это, как только вышло из декрета, сразу выяснилось, что у меня все атрофировано. Может быть, не нужны работники с детьми, может быть, еще что-то. Вот. Ну, в общем, меня подвели под увольнение таким образом. Причем начали гнуть на то, чтобы понизить мне самооценку, что ты сама ничего не можешь, ты вообще ноль, ты никто. Вот. Вот это вот были, это вот конкретные слова начальства. Потому что я, как бы, в один прекрасный момент, когда я же почувствовала, что мне просто мешают работать. Что я напишу, а мне все переделывать. Там тут переделывать, там переделывать. И главное, это все говорил человек, который... Да. А тут такие собачки живут нехилые, чувствуется. Вот. И причем все это говорил человек, который абсолютно не является авторитетом в журналистике, каким-то гением. Ну, и потом я сказала, что меня такая ситуация не устраивает, что я не собираюсь переделывать все по миллиону раз. Причем неизвестно зачем. Вот. Ну, и начальство это взбесило. Они думали, что я буду и дальше перед ними как-то, не знаю, там работать ли безить. Лишь бы мелькать на экране. Вот. Ну, мне это абсолютно не надо. Да и я сказала, что я отказываюсь от этого проекта, раз дело обстоит вот так вот. Что мне просто мешают работать. Мне просто не дают ничего делать. Ну, и после того разговора, который у нас состоялся, я сказала, что вообще ухожу. С канала, что я как бы поняла, что меня подводят под увольнение. Вот. Я сама сказала, что я ухожу. Как бы до сих пор начальство гнет на то, что это не я ухожу, а это то, что коллектив со мной работать не будет. Но это абсолютно не так, потому что они не ожидали, что дело примет такой оборот, что я сама скажу, что мне это в таком случае ничего не надо. Вот. А они теперь гнут на то, что это у меня ничего не получалось, что это я тут пришла полной ноли, а мне пытались помочь таким образом. А я вот не оценила. Вот. И то, что это им такой работник не нужен, не я ухожу, а то, что им это не нужно. Все подается вот так. Все выкручено, выверчено, и на меня куча грязи вылита. Меня абсолютно их слова не трогают, потому что я знаю свои способности, свои возможности в журналистике. Я знаю, я знаю, что я могу написать, я знаю, что я не могу написать. И как бы они это не подавали, моя самооценка остается, собственно, на том же месте, на каком она и была. У вас не холодно вам? У вас все открыто. Нет, я только вышла. Вон сходила назад. А как девочка зала? Это мальчик. Это Андрюшенька. Андрюшенька? А это кто твои это? Это мама. Мама. Тут подпул полезла. А у нас там сырое, знаете, как упало? Ооо. Это место, да на камень. Так вот. Так, конечно уж. Вот такой синяк. Надо аккуратно. И сказали ему. И вот и правильно. Мама. Зачем полезла? Леша говорит, мама, тебе чего надо? Ты скажи, мы чего сделаем? Чего ты об нас-то подумаешь? Правильно? Конечно. Я подумала, меня уже нигде не возьмут. Ни в коем случае. А у меня сердечко очень плохое. Когда мне здесь эти... Так оно и не вынули это, перелом-то эти. А, штыри-то? Железка, да. Потому что нельзя мне. Нельзя уже, да. Да, ну че-то уж у себя берегите. Уж аккуратно. Я уж отключалась. Андрюш, не надо садиться. В анимации три дня лежала безсознанно. Ну. Ну уж вы уж давать тут это самое. Потихоньку, потихоньку. Он и говорит, мама, ты подумай. Ведь тебя нигде не возьмут. Нигде. Я говорю, а я и не пойду. А плохо очень. Вот идти туда, в городом. Так у нас лякость. Лякость? Так я хожу и чуть не падаю. А с чем мы не едим? Ну пустая. А все равно нарубила. Ну темных. Едят темных вещей. Правильно. Белых мало. Сегодня у нас капюшка плохая. Ну ладно. Давайте не болейте. Да, отправляйтесь. Это вот была баба Шура. Баба Шура однажды у нас в одном из влогов была. Но тогда я приезжала с Сашей. Вот. Ей 92 года, по-моему. Вон какая копна. Это, наверное, летом все это было зелено и цвело. И была такая живая ограда. А сейчас это все превратилось в такое вот пожухлое. Кому деревенских видов. Кому деревенских пейзажей. Только на канале Герч ТВ. КОНЕЦ Облепиха прям? Прям да. но она уже такая полу это уже такая кляклая кляклая мы облепих нашли аккуратно вот этими колодками можно нашли облепиху где вам малышаночка вон видишь какие поля просторы там машины едут далеко-далеко там да, краса куда-то мы свернули на какую-то тропинку ой да, после двух недель сидения дома безвылазно ну и еще погода такая промозглая холодновато, было бы потеплее если было бы потеплее, еще можно было холодно, а мы только после болезни да, Андрюш? воздух прохладный так что, друзья, ставьте лайки очередному деревенскому влогу вот кому не хватает в городе деревенских пейзажей можете смотреть мои влоги мы подошли к дому обратно погуляли они носятся прикольно знатно вон они, вон они вон их сколько, Андрюшенька они сейчас все смотаются а вон петухан петухан, да петухан без этого у нас в каждом влоге один и тот же петухан без гребешка а че он лысый какой? где у него гребешок-то? кто им? кур оторвал? типа такой, ах ты козел дышь вон сколько невест и каждая разозлится и все, пиши пропало петух, ты без гребешка и такой гордый ой, все, все домой пошли я тоже пойду, потому что уже прохладно ой, ой, ой будешь чай? а? нагулялся блудный сын ой, как хорошо ой, как здорово ой, ой баба-капа уже негодно плясать кто кого перепляс? а баба-кап танцует по-старинному руками водит у нее ухоменщик у тебя, она глупый да ладно, господи давай ручку все, давай давайте, с Богом потихоньку дай бабу-кап тебя проводит поцелуй дай бабу-кап тебя поцелуй я будешь плакать-то? да приезжайте да с Богом буду ждать приезжайте бабушки, хорошо один уезжает, другой приезжает хорошо, да давайте, с Богом спасибо все нормально было